И к другим новостям. Офицер Ильдар Хусаинов в субботу утром подорвался гранатой. Он погиб в собственной комнате в военном общежитии. Пока неизвестно, что это было, несчастный случай или самоубийство с особой жестокостью. Но по информации наших коллег с телекомпанией «Регион», Хусаинов проходил подозреваемым по делу о несанкционированном взрыве на полигоне Донгус. Якобы по его халатности двое солдат-срочников пострадали в конце августа. Напомню, тот взрыв открыл череду ЧП на полигоне. Елена Кузнецова и Станислав Доминов пытались выяснить, как произошла вчерашняя трагедия и мог ли офицер стать сам себе судьей. Осколки стекол, куски фанеры, оконные рамы. Все это кучно лежит под окнами общежития. В 11.30 в субботу, когда прогремел взрыв, окно буквально вынесло волной. В этот момент в 228 комнате находился старший лейтенант Ильдар Хусаинов. Эхо взрыва слышали во всем общежитии. Гражданские соседи поначалу подумали – шкаф упал. Просто услышали грохот сильный, подумали – что-то упало. И все. Потом уже узнали, что взрыв был. Соседи военные сразу поняли – в крохотной комнате прогремел взрыв. Выломали дверь, вызвали скорую. Правда, помочь покойному уже никто не мог. По общежитию заговорили – лейтенант подорвался гранатой. Да ну страшно просто то, что это в нашем доме произошло. Просто вот, что страшно. Так вот просто, если бы это было что-то покрупнее, это, конечно, у меня бы тоже, ну, как-то меня бы тоже коснулось. От слухов и журналистов военные заняли оборону. Защищать пусть не родину, но территорию готовы были до последнего. Дверь открыли только после генеральной уборки. На месте гибели офицера его коллеги прибрались на славу. Буквально через несколько часов о трагедии напоминали только дыры в стене. Рядом стояла кровать. Говорят, во время взрыва лейтенант Хусаинов лежал на ней, а граната – на нем. На него сваливаются что-то из-за взрывов. На работе у него неприятности. Он себе положил на грудь какое-то взрывчатое вещество. И вот сказали, что там и грудь разнесло у него. То есть рассказываешь, что это было самоубийство? Ну да, да. Похореженную мебель, обои и даже личные вещи погибшего офицера его коллеги выносили в мешках и сжигали. Тут же, через дорогу от общежития. Правда, в костер попало не все. Ценные для следствия вещи уже отправили на экспертизы. Например, ноутбук. В нем может быть ответ – зачем Хусаинов рванул чеку? Суицид – самая вероятная гипотеза. В ходе осмотра места происшествия были изъяты различные предметы, имеющие отношение для следствия. В настоящее время опрашиваются сослуживцы лейтенанта Хусаинова с целью установления мотивов возможного совершения преступления. Одна из версий предстоит самоубийство, естественно, рассматривается. Ильдар Хусаинов родом из Нефтьюганска. Год назад закончил военное училище. В июле попал в Донгус. Трагедии в личной жизни у него не было. Лейтенанту часто не хватало денег, но на службу он не жаловался. С родственниками общался нечасто. Последний раз созванивались месяц назад. Тогда Ильдар говорил – дела идут средние. Ничего серьезного – это по-военному. 30 августа на полигоне прогремел несанкционированный взрыв. Пострадали двое солдат-срочников. Во время утилизации солдаты выронили снаряд. В итоге Артур Кувандыков получил ранение в шею, Андрей Деменюк – серьезную контузию. Мы им отдали сына, а теперь кто? Коллега? После ЧП возбудили уголовное дело. Ильдар проходил подозреваемым. В халатности. Правда, обвинения ему так и не предъявили. Мог ли офицер из-за этого принять на грузь гранату – большой вопрос. Но и в несчастный случай многим верится с трудом. Ведь Ильдар Хусаинов был профессиональным сапером.